Жрица должна упросить его помочь в решении главной проблемы. На протяжении многих лет в деревне не рождались мальчики, а это был явный признак гнева Бога Плодородия. Поэтому жрице придется вмешаться, чтобы усмирить гнев Великой Кобры. Несколько километров мы шли в составе процессии, поднимаясь на вершину горы. Жрица была на удивление спокойна и строга. На ее лице не отражалось ни единого признака страха, несмотря на то, что две ее старшие сестры погибли здесь, сраженные ядом Хамадриада. Перед змеиной пещерой жрица начала делать подношение Богу, разбрасывая вокруг рис и зерно, как символы Плодородия. Потом она прошептала какие-то магические заклинания, умоляя Бога выйти из пещеры. И вдруг он появился. Яд этой змеи настолько сильный, что от одного укуса могут погибнуть более сотни человек. Чтобы смирить гнев Бога, она должна наклониться над чудовищем и поцеловать его три раза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы жизнь в деревне продолжалась, чтобы Бог снял свое проклятие, а женщины рожали мальчиков, для всего этого она должна поцеловать смерть три раза. К концу церемонии ее одежда была покрыта ядом. Но нам так и не удалось узнать, родились ли в деревне мальчики благодаря поцелую кобры. Конец третьей части.